Всем привет. Меня зовут Алексей. Я занимаюсь разработкой кошелька под iOS и SDK под iOS. А поднимите руки, кто занимается разработкой под iOS в зале. Супер. А под Android? Классно. Но на самом деле доклад будет полезен не только мобильным разработчикам, но и в целом всем клиентским разработчикам он довольно базовый. И в конце будет еще интеротик, так что запоминайте какие-то вещи. Возможно, это вам поможет получить немножко бипо в конце. Давайте для начала рассмотрим инфраструктуру, которая нам потребуется. Начнем с ноды. Я здесь останавливаться не буду. Вы все знаете, что такое нода и как она работает. Следующий это Explorer. Explorer хорош тем, что он уже содержит в себе некоторые обработанные данные из блокчейна. И по нему гораздо удобнее и проще выборка этих данных. Например, там можно производить более сложные запросы для получения транзакций. Ну и более удобные по адресам, например. Следующий это Gate. Ну, многие, наверное, знают, что такое Gate. Для тех, кто не знает, я расскажу. Gate это, скажем так, несколько нод, которые команда Минтера поддерживает. И что-то вроде балансировщика. И отправив свою транзакцию на этот балансировщик, он сам выбирает доступную ноду и отправляет, соответственно, эту транзакцию на нее. Это очень удобно, потому что вам не нужно держать свою ноду. Мы эти ноды всегда поддерживаем. И одна из особенностей Gate, в отличие от ноды, если вы отправляете транзакцию на Gate, то Gate возвращает вам уже хэш транзакции в сети. То есть он дожидается ответа от ноды, в отличие от отправки просто на ноду. Поэтому используйте Gate, хорошая штука. Давайте рассмотрим применение iOS SDK на примере валлета. Типичный функционал для любого валлета – это отправка транзакций. Это самое важное, даже важнее, чем возможность просмотра баланса, потому что любой кошелек должен как минимум отправлять транзакции. Далее возможность посмотреть информацию о транзакции и балансе. И возможность обмена монет. Следующее. Для того, чтобы отправить транзакцию, нам нужно понимать ее структуру. В первом поле самое важное, ну не самое важное, а одно из важных, скажем так, это нонс. А поднимите руку, кто знает, что такое нонс. Окей. Для тех, кто не знает нонс, это что-то вроде уникального идентификатора транзакций для адреса. Нонс нужен для того, чтобы две одинаковые транзакции не попали в сеть. Chain ID. Chain ID отвечает за то, для какой сети подписана транзакция. Транзакция, подписанная для тест-нета, не может попасть в mainnet и наоборот, соответственно. Gas Price. Gas Price служит, ну это что-то вроде балансировщика для нагрузки на блокчейн. Если Gas Price в вашей транзакции ниже, чем текущая цена газа в сети, то транзакция будет отклонена. Поэтому следите за тем, какой сейчас минимальный газ в сети и не отправляйте, соответственно, транзакции, которые будут невалидны. Газкоин, соответственно, монета, которой мы платим комиссию. Следующее поле Type. Здесь определяется, какой у нас тип транзакции. Если это, соответственно, транзакция отправки, то будет тип Send. Если покупка монеты, то тип Buy. Ну и так далее. Там полный список, есть в документации, там все подробно описано. Следующее поле, наверное, самое важное, поле Data. В поле Data хранится информация по транзакции. То есть если это транзакция отправки, то именно в поле Data будет храниться, кому вы отправляете транзакцию. То есть адрес получателя, сумму транзакции и, соответственно, монеты отправки. Все это находится вот здесь. Следующее поле Payload. Здесь вы можете передать сообщение. Сервис Data – это зарезервированное поле. Его нужно оставлять пока пустым, оно пока не используется. Signature Type. Здесь определяется тип сигнатуры. В большинстве случаев это одиночное. И сейчас у нас появляются мультисиги. Соответственно, если вы хотите отправить транзакцию с подписью мультисиг, здесь будет другой тип. Обратите на это внимание. И Signature Data, соответственно, здесь будет храниться сама подпись. На этом мы сейчас остановимся. Следующий этап у нас – это подпись. Каждая транзакция в блокчейне должна быть подписана. Транзакция не может быть валидной, не может быть принята сетью, если у нее нет подписи. Для того, чтобы подписать транзакцию, подпись транзакции, точнее, проходит у нас в два этапа. Во-первых, нам нужно получить приватный ключ. И этим приватным ключом уже подписывать транзакцию. Приватный ключ получается путем преобразования мнемоники. Вы знаете, что такое мнемоника. Это заветные в нашем случае 12 слов, которые мы записали на бумажке и забыли потом. Мневоническая фраза преобразуется в некоторый сид. Сид – это что-то вроде доступа к множеству кошельков. То есть из одной мнемоники может быть огромное количество кошельков. Это называется Deterministic Wallets. Если вам интересно, что это и как это работает, почитайте про BIP39 и BIP44. Это стандарт, очень интересный. Там много всего. Он работает в большинстве блокчейнов. Следующий этап у нас, собственно, подпись. Подпись транзакции осуществляется при помощи эллиптических кривых. Мы, как и большинство блокчейнов, используем CECU-256K1. Наверное, самый популярный. Если вам интересно, то график эллиптический кривый выглядит вот так. Ну, много всего. И порой, наверное, тяжело так сходу заскочить в блокчейн. И кажется, что разработка под блокчейн довольно сложная. Но у нас есть как бы хорошая новость. Вам в случае iOS и других платформ почти не нужно заниматься всеми этими сложными вещами. Все сводится к некоторым простым действиям. Во-первых, создание транзакции. Самая базовая функция, которую мы рассмотрели сначала. Просто вызываете метод, точнее, делаете экземпляр класса, который вам нужен. В данном случае мы создаем транзакцию отправки монеты. Указываем нонс. Вы уже знаете, что это такое. Это уникальный идентификатор транзакции. Дальше указываете адрес, кому вы отправляете ваши монеты. Указываете количество монет, которые вы хотите отправить. И, собственно, саму монету. И вот после этого у нас уже готова транзакция. Следующий этап – это транзакцию нужно подписать. Соответственно, как вы помните, для того, чтобы подписать транзакцию, нам нужно сначала создать приватный ключ. Для этого мы первым этапом получаем сид из мнемонической фразы. Далее мы создаем, собственно, сам приватник. Вот тот стандарт BIP-39 и BIP-44, о котором я говорил, он фактически весь реализован в этом простом вызове пути к приватному ключу. Здесь вместо индекса может быть, точнее, здесь может быть любой индекс. Соответственно, вы можете из одной мнемоники получить огромное количество ключей. Вот на данном этапе у нас уже есть транзакция для подписи и приватный ключ для того, чтобы подписать. Следующим простым этапом у нас будет сама подпись. Подпись транзакции осуществляется при помощи вызова метода sign, куда мы просто передаем транзакцию и приватный ключ. Все, на данном этапе у нас уже есть подписанная транзакция. Эту транзакцию остается только отправить в сеть. Хочу обратить внимание, что на месте первого слайда, там, где я показывал отправку транзакций, там есть методы под создание транзакций любых видов. То есть фактически вы вместо отправки можете создать конвертирование монет или делегирование или анбонд. То есть вот таким вот образом, вызовом трех-четырех методов, вы можете создать транзакцию и отправить ее в сеть. Соответственно, когда у нас уже есть подписанная транзакция, возникает вопрос, мы возвращаемся обратно к нашей инфраструктуре, куда мы можем отправить нашу транзакцию подписанную. Окей, я подскажу. Отправить мы ее можем либо в ноду, либо на гейт. Я уже рассказывал про преимущество гейта над нодой. В отличие от, повторюсь, в отличие от ноды, гейт сразу возвращает результат. Ну, гораздо проще уже. Теперь у нас остается последний. Это возможность получения информации по транзакциям и по балансам. Как вы помните, у нас есть Explorer SDK. Я не буду подробно останавливаться на работе с Explorer, потому что это уже фактически оффчейновая история. Explorer – это уже агрегированные данные из базы данных, которые сканированы из блокчейна. Соответственно, дали бы просто вызовы нескольких методов для получения данных, как в любом типичном REST API. Скажу только то, что там есть информация по блокам, по транзакциям, по адресам, в том числе балансы и делегированные монеты. Какие-нибудь вопросы?